Здравствуйте. Давно я не делал подобных видео. Немного даже соскучился. Тем не менее, я бы очень хотел сегодня рассказать про вырезанный контент из игры Amnesia a Machine for Pigs. Скорее всего, это видео мало кто увидит, так как первая часть Amnesia намного более популярна и любим игроками, чем ее сиквел. Если кому-то важно мое мнение, то Машина для свиней является моей любимой игрой в серии Amnesia и самой лучшей игрой из всех, которые мне доводилось видеть и проходить. Я бы мог расписать почему, но это не обзор игры, вы сами понимаете. Но если вдруг захотите, чтобы я сделал видео с подробным объяснением, почему свой аппарат мне так понравился, то напишите об этом в комментариях, я с удовольствием сделаю такое видео. Предначалом хотел бы предупредить, что половину информации я брал в санглоязычной вики и потом проверял достоверность, копаясь в файлах игры. Остальное откопал его сам. Также, возможно, в видео я слишком много внимания буду уделять мелочам, особенно во второй половине. Так что, я вас предупредил. Что ж, давайте начнем. По заверению разработчика в одном из интервью, в финале релиз игры не вышло ровно два уровня. Названиями этих двух уровней были Бойлерная и Откорм Скота. Все, что имеется по этим двум локациям, это два концепт-арта, показывающие примерную возможную структуру помещений на этих уровнях. Не знаю, можно ли полноценно относить концепт-арты к вырезанному контенту, но разработчики дали нам возможность увидеть старые наброски и дизайны свинолюдей. Выглядит довольно жутко, но и финальные версии симпатичными точно не называешь. Напоследок, вот вам стопка концептов локаций, которые по итогу вошли в релизную версию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первом видеотизере игры, выпишем 15 июня 2012 года, было показано много кусочков локаций из игры, половины которых либо довольно сильно отличаются от финальных, либо изменены в мелочах. В первом кадре тизера мы видим кусочек локации из особняка Мандуса. Предположу, что это является изначальной версией главного зала из второй части поместья. Если опираться на это, то локация была действительно сильно переработана. Следом нам показывают помещение на уровне подвала, которое в целом осталось таким же, за исключением вентиля слева от машины для поднятия ворот. Подобные вентиля в игре всегда означают то, что с ними можно как-то взаимодействовать, так что любопытно, каково было бы его предназначение, если бы он остался в игре. Через пару секунд нам показывают комнату, которая, возможно, была первой версией бильярдной из второй части особняка. Сверху на стене в этом помещении, кстати, можно заметить головы топиров, которые в итоге были использованы лишь единожды в трофейной комнате. Снова показывают кусочек из уровня с подвалом, в этот раз тоже без значительных изменений, за исключением все того же самого вентиля. Улица на уровне аллея с первого взгляда тоже не сильно изменена, но приглядевшись мы понимаем, что здание, находившееся слева в финале версии, изначально было с небольшим двориком, из-за чего эта улица кажется куда более просторной и открытой, нежели в финале. На одной из могил на кладбище стоит фотография какой-то девушки, чего не было в релизе. Последним в этом видео нам показывают алтарь церкви. Особо внимательные заметили, что двери по бокам от алтаря представляли из себя модельки дверей из первой амнезии. В итоге они были заменены на собственные модели. А последняя стена со сведенным человеком в подвале в принципе не вошла в игру. В Хэллоуинском трейлере все показанные локации попали в игру практически без изменений. Исключением является часть с геймплеем в конце, протекающая в локации лаборатории, а конкретно в части загоны. В релизной версии часть с загонами является проходной, и конкретно в этом отделении, которое показали в трейлере, враги не присутствуют. Но в видео представлена довольно жуткая и напряженная сцена со свиночеловеком, охочащимся на главного героя. Это один из немногих элементов, которые я жалею, что убрали. Ведь момент мог бы быть действительно жутким и крутым, но... Но разработчики пустили его под нож. Ну, это их дело. А мы тем временем идем дальше. Тут я просто зачитаю вам весь материал и выскажусь, насколько важными для сюжета являются те или иные вырезанные записи. Заранее предупреждаю, что перевод может быть немного корявым, потому что это наполовину гугл-переводчик и наполовину мой перевод, а я в английском как бы не очень хорош. Как и гугл-переводчик, в принципе. Поэтому я оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли прочитать на английском и, возможно, перевести сами. 29 ноября 1898 года. Из немногих книг, которые уцелели после того, как эти выродки и крестьяне подожгли замок моего доверного дяди, были его дневники путешествий. Он говорит об археологических раскопках в Сиан, Аравии, которые принесли сокровища огромной ценности. И, что самое интересное, он намекает на то, что их еще предстоит найти в Америке, где цивилизация поглотила джунгли. Конечно, все это имеет смысл. Этих конкистадоров до сих пор доводила только их вера. Все остальное сделал Эльдората. Но и это еще не все. Найдите храм Каменной Луны, пишет он. И мир никогда больше не будет голоден, и вы тоже. Я принял свое решение. Будьте прокляты кредиторы. Я оставляю свою работу незавершенной и поеду в Америку. И вернусь с богатой душой и набитыми карманами. 11 сентября 1899 года. Наш источник питания обеспечивает излишки энергии для наших нужд. И архитектор заверил мне, что излишки надежно хранятся глубоко внутри фабрики. Я был у входа в складские помещения, но идти дальше явно опасно. Наши рабочие приходят туда и выполняют свои дела, но долго они там не задерживаются. Мы избавляемся от тел под часовней в старой средневековой чумной яме. Что кажется подходящим. Они покрыты ожогами и странными наростами на кожу, которые покрываются лудырями и трескаются при перемещении. Запах довольно сильный. Все, что нам нужно для нового источника энергии, это постоянный запас чистой воды, который мы забираем из канализации. Таким образом, все наше предприятие построено на человеческих отходах. Источник энергии вырабатывает значительное количество тепла, которое поднимается через дымоходный комплекс и обогревает туннели для рабочих. Если в их экскрементах не слишком много крови, они функционируют как идеальная замкнутая система. Письмо сердечной благодарности от миссис Табита Степфуд. Мой дорогой инструмент, используясь случаем, хочу написать вам лично с моей самой искренней и самой сердечной благодарностью. Ваша щадость вдохновляет всех нас. Вчера вечером я сидела во главе стола и смотрела, как сироты с удовольствием едят. На этот раз они не носом голодными. Этим утром Алиса постучала в мою дверь. И она сделала для вас этот букет засушенных цветов, который я приложила к этому письму. — Пожалуйста, предайте доброму дяде, — сказала она, — что это лучшие сосиски, которые когда-либо ел ребенок. Видеть голодающего таким румяным и хорошо откормленным — ну, сэр, это величайшее чудо. — Мы действительно в долгу перед вами, мистер Мандус. И я рада сообщить, что я поговорила с губернатором. И они согласны с тем, что мы можем без колебаний приступить к реализации вашей программы реформы детского труда. Я надеюсь, что вы найдете наших детей многообещающих. — Уважаю вас, сэр, они будут замечательным дополнением к вашей линейке продуктов. 1899 года. Я стоял перед собой, отраженный в треснушем зеркале моей собственной жизни. Что это за формы, которые плавают в моих снах? Что за тени отбрасывают одинокие храмы? Когда я умирал на каменных ступенях, все, что я видел, было огромной змеей, обвившейся вокруг поршней и насосов. Раненые от удара колес. Это сердце. Это огромное биение. Теперь вокруг меня лишь спокойствие. Время. И джунгли. Я мечтал о подземном, подземном предприятии, чтобы раскрыть страсть грядущего века. Должны ли мы быть раздавлены металлическими ногами, а не моими? Несомненно, эта машина может быть лучше. Она может служить нам так же, как мы служим ей. Это может спасти нас всех. Я повстрою до самого ядра земли. Перевернул Вавилон, как прикованный цепью Мидас. 23 октября 1899 года. Вновь ошпаренный продукт падает в участок линии, обрамленный стальными щетками. Естественный процесс истирания удаляет все волосы и более жесткие участки кожи, и в то же время передние конечности удаляются с помощью другого лезвия, которое приводится в действие паропроводом из сжатого пара из помещения для шпаривания. Поток и изменение воздуха вокруг всей системы создают переподавление. Сложное расположение труб превращает это в единую вакуумную камеру, к которой прикреплена воронка. Когда продукт проходит через рот воронки, все внутренние органы удаляются через задний проход за один чистый и эффективный процесс за счет встречи двух областей давления. Этот процесс заставляет вакуумную камеру снова герметизироваться, создавая новый заряд давления для следующего продукта. Внутренние органы стекают в трюперные чаны, чтобы встретить голову, ступни, волосы и любую кожу, потерянную в процессе ожога. Что это за нечестивый храм? Под огромным котлом. Этот синяк ракушечника. Это какафония. Это едва сдерживаемое. Это раздутое сердце ненависти. Что это за тишина? Это тишина. Этот осязаемый воздух смерти, который я обнаружил. Что за чистая голубая вода без ряби и пятна? Свет, который так меня охватывает? Что это за стержни подуют в эту воду? В этот металл? Так что, в отличие от алтуни или стали, поверхность имеет молочный блеск. Белый, чистый, как хлопок, обернутый на шест. Что это за гудение? Это головокружительное ощущение вибрации, электричества, силы. Как может эта глубокая вода быть такой чистой, что эти стержни так спускаются в землю? 27 декабря 1899 года. Я делюсь пополам. Меня разрывает. Я оперся ногами в стремя народов и повис сверх ногами. И великий исторический клинок рассек меня пополам, как зарезанную свинью. И мои кишки упали на моих детей и задушили их моей любовью. Каждая половина меня все еще жила, но кишки продолжали падать на моих детей. Так что каждый из нас пошел своей дорогой. Первая половина построила машину, чтобы сдержать свою ненависть и заставить свое сердце биться снова. А вторая половина заснула, чтобы притупить боль. А потом второй снились ужасные сны. А когда она проснулась, первая сделала печи, убила, сняла шкуру и приготовила всех тех, кто был ей дорог. И таким образом, держась за свои кишки, он двинулся вперед, чтобы найти себя и снова стать здоровым. Если ты читаешь это, тогда ты знаешь, что я сделал. Поэтому прости быстро, и ты можешь пойти дальше. Мини, она сказала нам, прежде чем ее схватили, есть секретный выход. Она сказала нам, что встретила двух мальчиков в трубе, не старше нас, но одетых, как настоящие джентльмены. Но они уже были там, в трубе, как будто всегда были там. Они сказали ей следовать. И тогда они могли освободить всех детей. Они знали путь к секретной двери, которая выведет нас. Она собиралась последовать за ними, но потом они позвонили в паровой колокол, и ей пришлось выйти. Иначе она вскипела, как и другие. Она никогда больше не видела тех двух мальчиков. Но я слышал, что другие тоже видели их. И они сказали то же самое. Мини сказала, ищите знаки, которые оставили мальчики. Они сказали, что всегда будут здесь, чтобы помочь нам всем вернуться домой. Если подводить итоги, то вырезание этих записок было правильным решением. Для всего, что было написано в них, можно догадаться из диалогов и записок, которые и так есть в релизной версии игры. Эти документы лишь подтверждают некоторые детали. Такие, как раздвинили счастье Мандуса и то, что он нашел в записях своего двоюродного дяди Александра Броненбургского Вспоминание о сферах. Наконец-то мы подобрались к самому вкусному, на мой взгляд. Пройдемся по всем файлам по степени интересности. От самого неинтересного до реально любопытных штучек. В файлах можно отыскать несколько неиспользованных реплик Эдвина и Йеннаха. В основном реплики звучат довольно странно и не играют особо важной роли в сюжете. Но все же последняя реплика довольно любопытная. Но к ней мы еще вернемся. В файлах игры, если зайти в папку Sounds, в ней найти Ambience и в ней нажать на папку Seller подвал, то можно найти файл под названием I'm Best Seller Pigs Song. Этим файлом оказывается неиспользованная версия песни When I Was A Lady, которая играет в титрах игры. Даю вам послушать полностью. Если вам не интересно, то промотайте до момента, когда Паша перестанет флексить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 можно найти саундтрек под названием I Breathe Again. Становится очевидно, что изначально на фоне речи машины при ее пробуждении должен был быть отдельный саундтрек. Но это решили убрать. Хотя, по-моему, звучит весьма эпично. По скриптум, трек, играющий тут на фоне, является недоделанной версией Оста, играющего сразу перед монологом машины в финале игры. Итак, время достало. Вырезанные реплики Мандуса и машины. Скорее всего, эту реплику убрали, чтобы игроки раньше времени не поняли, что таинственный голос принадлежит самой машине. Не совсем понятно, почему этот диалог вырезали. Возможно, просто не смогли найти момент, где можно было бы его уместно использовать. Да, да, Мандус. Я знал, что ты понимаешь. Только несколько секунд больше, и то, что огонь будет исчезнуть. Я создавал. Мои леи пыли, и воздух начинает vibровать вокруг меня. Время, мы будем влаживать. Это закончилось. Спасибо, Мандус. Мандус. А вот с этого момента поподробнее. Исходя из этих трех аудиофайлов, можно сделать вывод, что в игре планировалось как минимум две концовки, включая ту, которая в итоге вошла в игру и является единственной. Однозначно нам мог предоставляться выбор. Пожарствовать собой, тем самым отключив машину и растворить созданных ей монстров, позволив человечеству вступить в новый век. Или ничего не делать и привести план по уничтожению человечества к действию, окончательно впустив в свой разум инженера. Плюс, исходя из выведенной реплики Эдвина и Еноха, мэйби был вариант с уничтожением сферы. Я бы очень хотел посмотреть на эти концовки, но мне кажется, что одна единая концовка для подобной истории это даже лучше. Тем более, что итоговый конец просто шедеврален и вряд ли хотя бы одна из альтернативных концовок сравнивая с Баслиной. Что ж, вот и все. Несмотря на то, что я очень много копался в файлах игры, смотрел интервью, залезал на вики, я уверен, что я нашел далеко не все вырезанные файлы из этой игры. Мне очень понравилось это все искать и я надеюсь, что это не последнее видео по этой игре. Ну, это уже зависит от вас. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И пишите, хотите ли вы обзор на амнезия машины для сведений? Обязательно. Всем пока.